Уголо 200 участников зарегистрировались в памятной эстафете. Обычно число спортсменов больше в несколько раз. В этом году холодная погода внесла свои коррективы. Не все вышли на старт. В этот раз я думаю, что чуть-чуть поменьше людей и детей. Конечно, связано с погодой, потому что аномалия, что в мае месяце, на 9 мая, я такого не помню, выпадает снег. Вчера вообще думали, что забег может... Были люди, кто предлагал отменить этот забег, но приняли решение. Все равно, что люди к этому привыкли, дети привыкли. И придет даже 10-15 человек, надо проводить, потому что объявлено, и традицию не нужно было нарушать. Малышам на старте помогали родители. Дистанцию в 600 метров многие преодолели вместе с мамами и папами. Среди болельщиков друзья, учителя и воспитатели детских садов. Ведь в забеге участвуют самые маленькие спортсмены. Ежегодно, в течение всего времени, пока организуется эта эстафета и забег, наши дети принимают участие. Притом с большим удовольствием даже выпускники, которые уже школьники, из года в год тоже принимают участие. Это очень важно, потому что это, скажем так, большой патриотический порыв всей семьи. Прийти с ребенком в выходной день, не возле телевизора его провести, а именно на воздухе. Это семейный праздник, я считаю. Шансы у наших деток всегда есть, потому что они всегда у нас закаленные, здоровые, физически развиты. Поэтому забег важен, да. И мы всегда достигаем каких-то результатов, которые всегда важны для наших деток и для нас, конечно, тоже. Спортсмены выходили на старт не с мыслью победить соперников, а отдать дань памяти тем, кто отстоял мирное небо над головой и одолел врага в 45-м. Ну, я бежал за дедов, за своих. Я думаю, они за меня рады. Я хочу сказать спасибо многим дедам, отцам, за то, что они пали, сражаясь за нашу Родину. 9 мая – это день нашей победы, когда мы победили фашистов. Фашисты вторгались на нашу Родину, но мы смогли ее отстоять. Спасибо нашим прадедам и дедам. Все участники эстафеты получили памятные медали об этом дне, а победителям вручили награды. Это их общая с прадедами победа. Победа, мира и добра. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».